Была работала кадровая комиссия, которая принимала решение рекомендовать начальнику управления, с какими директорами подписать, продлить контракт еще на год, с какими не продлить. Поэтому мы приняли решение, и шесть директоров школ мы рекомендовали не продлевать контракт. Но в связи с тем, я вам объясню, что губернатор принял решение о продлении с ними до конца учебного года. Я не хотел бы озвучивать эти школы. Александра Александровна работала практическим психологом в 24-й гимназии, но была уволена. По ее словам, незаконно. И сегодня она вместе с бывшими коллегами добивается увольнения директора. В ее руках коллективное письмо на имя Сергея Ивановича менялось. Просьба прислушаться к решению кадровой комиссии и разорвать контракт с директором гимназии. Комиссия приняла решение отказать в продолжении контракта. Но, как нам стало известно, губернатор принял иное решение. Он, как он считает, мудрое решение. Он сказал, что все директора опальные остаются работать до конца учебного года. До первого замечания. То есть это получается как? Когда первое замечание? От кого оно должно быть? Ныне работающие преподаватели 24-й школы рассказывают о психологическом давлении со стороны директора и необоснованных требованиях менять мебель в учебных классах за свой счет. За мной просто, извините, следят. Куда я пошла? Дверь открывается. Зачем я пошла? По какому этажу я иду? Это какой-то ужас. Конкретно за мной моральное давление происходит. Вот я два года назад принял этот кабинет. А в каком состоянии были, в таком и есть. Я подклеиваю, что она говорит, это не пойдет, надо менять всю окантовку. То есть я говорю, как менять? Пло до того, что идите на рынок и покупайте. Мама ученика 61-й школы рассказывает, что ее к зданию правительства привело увольнение преподавателя. Педагога высшей категории заменение на студента. В результате дети стали хуже учиться и сильно подавлены. Директор Мануленко говорила, врала нам, неоднократно, в глаза, что она с нетерпением ждет назад нашего преподавателя. Но когда он пришел устраиваться по сроку, по которому они договаривались с директором устраиваться на работу, она была выгнана из кабинета. На сегодняшний день мой ребенок говорит, что он хочет умереть, но не ходить в школу. Уважаемый губернатор, вы бы хотели, чтобы ваш ребенок такое говорил? Активисты говорят, что не устанут снова и снова приходить под стены правительства до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Ирина Саркисова, Александр Листопад, Севинформбюро.